Всемирная паутина стала неотъемлемой частью жизни людей. Сегодня она не только благо, но и место затаившейся опасности. По статистике Медиаскоп регулярно пользуется интернетом примерно 80% населения старше 12 лет. При этом киберугроз не считанное количество, деструктивные течения, дистанционные мошенники, буллинг в сети. Специалисты Департамента по делам молодежи и спорта организовали семинар для педагогов и тренеров о безопасности в интернете. Именно к ним дети нередко приходят с проблемами из-за травли в сети. Здорово, если это все решается в семье. То есть, в первую очередь, должны за этим следить родители. Но если этого не получается, то на помощь должны спрятать педагоги. И, опять же, этот семинар полезен с точки зрения того, чтобы выявлять, видеть какие-то моменты, связанные с настроениями, с поведением ребенка. На этом же семинаре предоставляется ряд мер для того, чтобы помочь ему выйти из этой ситуации. Дети, особенно подростки, активно выкладывают фотографии и личные данные в сеть, не соблюдая меры предосторожности. Пользователи часто выплескивают на просторах всемирной паутины накопившийся негатив. Попасть под волну оскорблений или, как это модно говорить, хейта может каждый. Психолог Мария Самодолова выступала с рассказом о том, как дети вовлекаются в деструктив через социальные сети. Какой вклад в это вносят родители. Мы не сможем уменьшить до нуля, совсем уменьшить количество проведенного времени в интернете у наших детей. Но мы можем повлиять через доверие. Мы можем выстроить с ребенком такие взаимоотношения, когда он придет к нам, прежде всего, если что-то случится, если он почувствует, что он сделал что-то не то. Эксперты также поделились полезной информацией для самих педагогов, как активных веб-пользователей. От спикеров они узнали о правилах введения страниц в социальных сетях, цифровых границах и конфиденциальности данных, основных уловках интернет-мошенников. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.